Пять километров пешком такую цену приходится платить дачникам за свой урожай. Из-за отмены рейса люди вынуждены идти с тяжелыми сумками по оживленной дороге. Парадокс в том, что автобус не пускают по отремонтированному дорожному полотну. Почему, разбиралась Юлия Шишкина. А наша только одна наша дача, где наш транспорт не обслуживается. Разгневанные дачники Садового товарищества «Энергия-1» вспоминают автобус номер 240. Впервые за много лет автобус отменили, и люди вынуждены от Усть-Курдюмской трассы до своих дач идти пешком. Это пять километров. Валентина Михайловна и Зинаида Павловна даже подружились в этих походах. Их дачи – большой подспорье к маленькой десятитысячной пенсии. И чтобы полить овощи, они навещают свои участки по три раза в неделю. Мы придем ведь не просто отдыхать туда. Мы приходим, нас грядки ждут, полоть, поливать. В общем, пока придешь после дороги, отдохнешь, что-то поделаешь. А там уже опять эти пять километров назад возвращаться нужно идти. Вы знаете, я никогда не жаловалась на колено, а тут у меня колено так разболело, что я еле-еле хожу. Дачницы провели собственное расследование и выяснили, что автобус не ходит. Из-за того, что, вот парадокс, отремонтировали дорогу, положили заплатки вот на этом участке от трассы до пансионата «Сокол». А вот обочину не сделали. Хотя в советские времена автобусы ходили и без обочин. Если не будет обочины дороги, не будет и транспорта. Но администрация рассказала, что мы использовали все выделенные деньги. У нас нечем сделать обочину. В борьбе за дорогу люди дошли до областной власти. В конце мая они были на приеме у главы дорожного комитета Николая Чурикова. 26 июня пришел ответ. Отписались, ну так, что, значит, переслали там в другую инстанцию и все. То есть в правительстве вопрос закрыт с этим. Автобус приходил ходить по предписанию органов ГИБДД. На сегодняшний момент осуществляется процесс передачи дороги в муниципальную собственность. Когда будет балансодержатель, уже будет рассмотрена возможность приведения ее в нормативное состояние. Когда это произойдет, никто не уточнил. И дачники гадают, признает ли администрация Саратовского района вот этот километровый участок многострадальной дороги. Ремонт даже ямочный. И его не коснулся. А значит, он не вписывается в нормативы чиновников. А общественный транспорт, у него главный приоритет – это комфорт и безопасность. Вот в настоящий момент безопасность пассажиров там не обеспечивается. Поэтому органы, которые отвечают за контроль, они приняли такое решение. Руки-ноги переломаете, а управление пассажирского транспорта не хочет на себя ответственность такую брать. А те говорят, у нас денег нет. А если мы пешком ходим, поломаем поясницы себе, и плечи себе, и сумок, и коленные суставы себе поломаем от этой дороги. А еще дачники опасаются, что даже отремонтированная часть дороги скоро придет в негодность. Здесь постоянно снуют грузовики и самосвалы. Так что и построенные обочины никого не спасут. Дачникам жалко свои ноги и денег. По их сведениям, на эти заплатки потрачено чуть более трех миллионов рублей. Юлия Шишкина, Максим Пустовалов, РЕН-ТВ, Саратов.